В когнитивно-поведенческом подходе, меняя какой-то компонент, меняя некий механизм взаимодействия, например, с кем-то, меняя свою какую-то привычку путем упражнений, мы учимся по-другому взаимодействовать. Человеку каждое утро грустно. Вот просто грустно ему. Просыпается он с чувством грусти внутри, не понимает. Мы, конечно, можем его отослать на психотерапию, очень много разговаривать, почему тебе грустно по утрам, с чем это связано и так далее. А в когнитивном подходе вам скажут, например, встаньте перед зеркалом и три минуты, засеките, три минуты сделайте вот так. Стойте и улыбайтесь. Стойте и улыбайтесь. Попробуйте просто поулыбаться себе три минуты, натяните эту улыбку, посмотрите на себя, и вы увидите себя счастливым, и образ ваших мыслей может поменяться. Я уже пробула, Ольга Александровна. Так, молодец, отлично. Три минуты в день и все. Улыбка сразу создает хорошее настроение. У нас начинает работать гормональная система, потому что нашему мозгу ему все равно реалия это или что-то нереальное. Это когнитивная психология, школа когнитивной психотерапии и когнитивно-поведенческой психотерапии в том числе. И для меня очень важно, чтобы вы поняли основные принципы, ну и, собственно говоря, поймете сегодня на протяжении нашего вебинара, что на самом деле вы знакомы уже с этим, и вы уже слышали про это, и знаете, и мало того уже и применяете. Продолжение следует... Продолжение следует...